Второй день гран-при под дзюдо в Анталье совпал с Международным Днём Спорта. В честь праздника на турнир были приглашены 20 юных беженцев из Сирии. На их глазах Ан Чан Гримм стал лучшим в категории до 73 килограммов. В финале действующий чемпион мира вышел на татами против своего давнего соперника Рустама Аруджева. Победу в этом невероятном поединке корейскому дзюдоисту принесла техника Аши Ваза. Ан Чан Гримм получил награду из рук президента Международной Федерации дзюдо Мариуса Визера. Мы спросили у действующего чемпиона мира, как он справляется с давлением. Я не чувствую давления, потому что я собираюсь стать олимпийским чемпионом, так что мне есть к чему стремиться. В категории до 63 килограммов победу праздновала кубинка Майлин Дель Торо Карвахал. В финальном поединке против китаянки Цзинь Тан она заработала оценку в Адзаре, которая обеспечила ей высшую награду. Радости спортсменки не было предела. Губернатор Антальи Мюнир Каралогло вручил Дель Торо Карвахал золотую медаль. Лукамо Исурадзе из Грузии сумел одолеть итальянца Кристиана Парлати и завоевал первое золото турнира мирового тура Международной Федерации дзюдо в своей карьере. Среди женщин особенно отличилась гречанка Елисави Тельциду. Броском через бедро с захватом пояса Цури Гоши она отправила в полет бразильянку Марию Партелу и поставила точку в споре за золотую награду в категории до 70 килограммов. Захватывающий поединок напомнил любителям дзюдо победу олимпийского чемпиона Ильяса Ильядиса. Это первый титул турнира мирового тура в карьере Тельциду и первое золото сборной Греции под дзюдо за пять лет. В матче против Марии Партелы я старалась держать ситуацию под контролем и не допускать ошибок, потому что она очень сильная и опытная соперница. Рустам Аруджев не только стал серебряным призером в категории до 73 килограммов, но и продемонстрировал искусственное владение техникой дзюдо. Он применил самый зрелищный прием дня в полуфинальном поединке против Лечи и Диева. Россиянину удалось схватить Аруджева, но тот броском Макикоми уложил противника на татами, за что удостоился оценки Япон. Азербайджанец показал, на что способен серебряный медалист Чемпионата мира и Олимпиады в Рио. За первые два дня соревнований на верхнюю ступень подиума в Анталье поднялись спортсмены из девяти стран. Прекрасный пример того, что дзюдо – многонациональный вид спорта.